Ничего не стоит на месте и время просто выдвигает свои требования. Те предложения, которые были выдвинуты президентом, они в конечном итоге, если в сухом остатке, защищают интересы России, самобытность России. Год, определивший будущее. Голосование по поправкам в Конституцию страны прошло этим летом. Люберчане приняли активное участие. Многое изменилось в представлении о мире, о том, как все может быть устроено, о том, как может быть мир, то, что может быть какая-то изоляция, какие-то особые условия труда. Ньюсмейкером года стала мельчайшая частица с короной. Как округ боролся и борется во имя здоровья и жизни. Мы очень рады, что такой прекрасный праздник, 75 лет, очень замечательно. Мы тоже вот вышли поддержать наших прабабовки, прадедушек, так что мы очень счастливы, да. Всех всех поздравляем. 75 лет победы. Особые условия празднования юбилея. Концерты шли под окнами, а фронтовые песни пели домами. Как чествовали и поздравляли ветеранов. Нам очень всем понравилось, очень долго ждали. Каждый выходной приходили, ждали, пока будет открытие. Новая жизнь парков округа. Реконструкция Малаховского озера. Открытие колеса обозрения в Наташинском парке. Десятилетие Краскового вейкпарка. О местах отдыха расскажем в выпуске. Самый сложный момент, это когда думаешь, правильно ли собрал я конструкцию, правильно ли подключил моторы. Они берут и силой, и умом. Люберецкие школьники заняли призовое место на робофесте, а юная спортсменка Ксения Лукина установила новые рекорды. В этом году были приняты поправки в Конституцию страны. Общероссийское голосование стало одним из главных событий. Люберчане приняли в нем активное участие. И 1 июля глава городского округа Владимир Ужицкий для исполнения своего гражданского долга посетил избирательный участок в Малаховке. Открытие нашего участка произошло вовремя. 8.00. Все спокойно, тихо. Народ идет. Радостные даже, хочу сказать, люди голосуют. Многие прям с радостью обращаются, что и меняется Конституция. На территории избирательного участка 15.50 зарегистрировано 805 человек, имеющих право голосовать. По словам сотрудников комиссии, за шесть дней они приняли 60% избирателей. Сегодня, в основной день голосования, свой гражданский долг выполнил глава округа Владимир Ужицкий. Принимая участие в общероссийском голосовании, он отметил, что поправки, вносимые в главный документ страны, касаются каждого гражданина. Та конституция, которая была принята в 1993 году, она тоже была на тот момент времени и демократической, и своевременной. И до того времени она была правильной, и мы по ней жили все эти годы. Но ничего не стоит на месте, и время просто выдвигает свои требования. Те предложения, которые были выдвинуты президентом, они в конечном итоге, если в сухом остатке, защищают интересы России, самобытность России. Именно позволяют конкурировать на мировом рынке. Процедура голосования завершится ровно в 20.00. Но на этом работа избирательных комиссий не закончится. Сразу после закрытия участков они приступят к итоговому подсчету голосов по всем семи дням работы. Луиза Игазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Общероссийское голосование проходило в условиях пандемии. И для того, чтобы предотвратить скопление людей на избирательных участках, процедура волеизъявления проходила в течение недели, с 25 июня по 1 июля. Наша съемочная группа успела пообщаться с участниками голосования. Наиля Усманова, мама двоих детей, сейчас ожидает третьего малыша. Когда стартовало общероссийское голосование, она подробно знакомилась с изменениями, которые предлагают внести в основной закон страны. Согласно поправкам, дети считаются важнейшим приоритетом государственной политики. Я пришла проголосовать за поправки в нашей Конституции. Очень приятно, что наш президент заботится о будущем наших детей. Я хочу, чтобы они в будущем жили спокойно и достойно. Чтобы у них было будущее. А Алексей Воронов убежден, любые перемены, в том числе и в Конституции, это всегда к лучшему. И сегодня обязанность каждого принять участие в жизни своей страны. Это на самом деле воля изъявления каждого гражданина страны. Мне кажется, каждый человек должен быть заинтересован в том, чтобы высказать свое мнение. Для участия в голосовании достаточно времени. Во избежание скопления людей процедура волеизъявления проходит не как обычно один день, а целую неделю. На нашем участке 1181 избиратель на сегодняшний день. У нас активный избиратель. И они очень благодарны организации голосования, так как они могут прийти в любой день, в течение семи дней и в любое удобное для них время. Увеличение числа дней для голосования – не единственная мера, направленная на безопасность здоровья людей. На всех избирательных участках установлены санитайзеры. Каждому голосующему измеряют температуру, выдают маску, перчатки и одноразовую ручку. А входы и выходы в пунктах для голосования организованы отдельно. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Коронавирус внес существенные изменения в систему здравоохранения округа и заставил мобилизовать, оптимизировать все ресурсы для борьбы. Третье стационарное отделение Люберецкой областной больницы перепрофилировали в специальные учреждения, где принимали больных с коронавирусом. Стационар рассчитан на 369 коек, каждый из которых подведен кислород. 100 коек – реанимационные. За введением в эксплуатацию инфекционных отделений наблюдала наша съемочная группа. Он может проводить искусственную вентиляцию легких и не повредить, скажем так, сами легкие. То есть он очень чувствительный и при какой-то перегрузке он просто выдает тревогу, тогда можно спокойно реагировать. Аппарат, спасающий жизнь, теперь есть в каждой реанимационной палате. Здесь для больных с тяжелым поражением легких есть все необходимое. Кроме ИВЛ и увлажнителей воздуха. Монитор, на котором видно все жизненно важные показатели. От температуры тела до работы сердца. Также он оснащен пределами тревог. Когда можно при срабатывании какой-то тревоги, мы видим, что с пациентом может что-то или он ухудшается. Для пациентов в крайне тяжелом состоянии. В Центре по борьбе с ковидом оборудована 100 реанимационных коек. В Красной зоне руководит процессом Рашид Фаткулин. Работаю 34 года реаниматологом, конечно. Мы готовы к любой ситуации. Мы работаем многие годы вместе, бок о бок. Конечно, помогаем друг другу. Основная часть работников продолжает работать. То есть, несмотря на то, что больница становится инфекционной, и существует большой риск заражения. На время пандемии из терапевта в инфекциониста перепрофилировался Сергей Радаев. Как и большинство его коллег, работающих с ковид-пациентами, врач ограничил контакты с семьей, чтобы свести к минимуму риск заражения своих близких. Будем проживать, соответственно, в предоставленных больницах и условиях. Пришлось ограничить поездки домой. Соответственно, моя коллега также на протяжении полутора месяцев не видела свою семью, не видела своих детей. Все, как говорится, ради здоровья наших больных. Анализы мы сдали. Мы для окружающих, так скажем, не заразны. Могли мы отказаться, наверное, но кто, если не мы? Новый перепрофилированный стационар готов принять 369 пациентов. Все койки оборудованы по стандарту COVID-19. Каждой из них подведен кислород. После масштабной перестройки большинство палат стали двухместными. В каждом боксе собственный санузел и современная система вентиляции с обеззараживанием воздуха. Сюда попадут пациенты с легкой и средней тяжестью заболевания. Строительные работы проделаны в рекордные сроки. Чтобы перепрофилировать стационарное отделение номер 3, в Центре борьбы с новейшей инфекцией, рабочим потребовалось меньше месяца. Круглосуточно на площадке трудились более 1100 строителей. Особенность в том, что практически старой осталась только коробка здания. Произошло полное переоснащение больницы в материально-техническом плане. То есть строители полностью заменили все коммуникации, начиная от лифтов и заканчивая системой вентиляции, которая смонтирована с самого современного уровня. Из оборудования, которое было использовалось здесь ранее, но единицы техники. Перед началом работы в новых инфекционных отделениях медики получили средства индивидуальной защиты от люберецких предпринимателей и сладкие наборы от партии «Единая Россия». К работе приступили 212 человек. К уже слаженному коллективу третьего стационара присоединились и медики из других больниц. После окончания пандемии здесь будет проведена тщательная санитарная обработка всех помещений, после чего медучреждение снова будет работать, как и прежде, по всем профилям. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На подмогу профессионалам в борьбе с коронавирусной инфекцией пришли студенты-медики. Сейчас в стационарах Люберецкого округа работают 75 студентов. Что мотивирует молодых людей переступать границу красной зоны, расскажет наш корреспондент. Очки защитные, либо защитный экран. И в конце мы одеваем вторую пару перчаток и в таком виде отправляемся в красную зону. Там, где без экипировки находиться строго запрещено, врач-стажер Константин Вельмякин вносит свой вклад в борьбу с главным врагом этого года. В красной зоне инфекционного стационара он помогает врачам, анестезиологам, реаниматологам. Сейчас у нас в стране такая эпидемиическая обстановка, что врачей в принципе не хватает. Своим участием решил, так сказать, помочь и больницам. И это и хороший клинический опыт для себя. И в дальнейшем, я думаю, пригодится это все. Смена медицинской сестры Ангелины Кривобоковой начинается в 8 утра и длится сутки. В ее обязанностях уход за пациентами и работа по листу назначений. Студентка 6-го курса Сеченовского университета говорит, что к жизни в таком формате привыкла еще весной. Немного изменилось представление о мире, о том, как все может быть устроено, о том, как может быть мир, то, что может быть какая-то изоляция, какие-то особые условия труда. Это все интересный опыт, впечатляющий. Те, кто работают в красной зоне, проживают в специальном обсерваторе. Встреча с родными и близкими только в режиме видеосвязи. О том, когда закончится практика и возобновится полноценная учеба, Константин и Ангелина пока не знают. Новый год они будут встречать с коллегами. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Желание помогать людям и спасать их в трудные минуты. Благодаря этим качествам медиков наши с вами жизни в надежных руках. По-прежнему они трудятся на передовой. Наш корреспондент Анна Троян вместе с врачами скорой помощи провела один день и увидела, что представляют из себя их будни. Еду ли я на работу или еду я с работы. Я стараюсь думать о хорошем, я стараюсь думать о семье. Такой подход помогает Вячеславу Беспалову уже 15 лет спасать жизни и не выгорать на работе. В реанимационной бригаде рука об руку с ним трудится фельдшер Зейнал Зейналов. 9.00. Медицинский тандем скорой помощи заступает на смену. Первым делом переодеваются в специальную экипировку. Собирают чемодан со всеми необходимыми препаратами. Прицель есть, чистый контейнер для иглы есть, маски есть, перчатки есть, антисептики есть. Все, расходник взял. Врач-реаниматолог с фельдшером готовы к суточному дежурству. Три года командной работы сплотили медиков, понимая друг друга с полуслова. Здравствуйте, скорая. Что случилось? Задыхайтесь, да? Диспетчеры скорой никогда не теряют самообладание. Если на другом конце провода случилась беда, их долг не только отправить бригаду, а оставаться на связи, чтобы дать рекомендации по оказанию доврачебной помощи. У меня все хороший коллектив, спокойные, не реагируют на себя, это все не принимают и стараются успокоить взывающих, найти с ними общий язык. Во время сезонных инфекций для отдыха у бригад нет ни минуты. На вызов врачи обязаны прибыть в течение двух часов. В экстренном случае надо успеть добраться до пациента за 20 минут. Восьмая бригада, восемь, восьмая. Отсчет пошел. Реаниматолог Вячеслав Беспалый и фельдшер Зейнал Зейналов отправляются на экстренный вызов. Мы работаем сутки через сутки фактически. Работать тяжело. Работаем, в принципе, без заездов на подстанцию. Вызовов может быть и 20, и 25 за сутки. В реанимационной кориде скорой помощи есть все для спасения тяжело больных пациентов. Мы готовы всегда, какой бы ни был вызов. Ведь у нас работа такая, что дают, допустим, высокая температура, а ты приезжаешь, а там нарушение ритма, человек при смерти. Выезжая, казалось бы, даже на несложный вызов, мы должны быть готовы к самому тяжелому. Скорая оснащена реанимационными наборами для детей и взрослых, в том числе для родов. А аппарат ИВЛ, говорят врачи, сейчас им нужен ежедневно. Порой приезжаем на вызов, больные находятся с дыхательной достаточностью 4-й, 3-й, 4-й степени, с выраженным аккорционозом, с выраженной одышкой и практически сами дышать уже не могут. И для того, чтобы спасти жизнь, у нас есть портативные переносные баллоны с кислородом для подачи ингаляции. Несмотря на постоянный контакт с больными, вирус коснулся только фельдшера Зейнала. Болезнь он перенес в легкой форме. Все-таки, конечно, боимся из-за родных, из-за людей, чтобы они не болели, чтобы обезопасить себя. Но приходим домой, ну, конечно, мы все антисептики, все обрабатываем, все вещи свои. На это учились, что мы выбрали эту профессию. Мы должны помогать людям. Вот поэтому мы и остались. 12 лет уже работаем. Все 30 люберецких бригад скорой помощи прошли подготовку по работе с ковидными пациентами. В медицинском арсенале теперь всегда есть экспресс-тесты на коронавирус и дополнительные средства индивидуальной защиты. Доктор, надо вызовет температуру. Шесть дней температурить. Все, надо, там подозрение ковид, да. Как раз этот случай, когда медикам нужна дополнительная оборона. На экипировку надевают защитные костюмы. При осмотре пациента бригада выясняет. У Натальи хроническое заболевание. Приступ бронхиальной астмы спровоцировал одышку и плохое самочувствие. Врачи оказали помощь на месте. Госпитализация не потребовалась. После полученных рекомендаций на месте проводят экспресс-тестирование пациента. Тест на ковид отрицательный. Ой, как хорошо. Смотрите, вот одна полосочка. Большое вам спасибо за ваш труд, за все, что вы в день столько вызовов у вас. И очень благодарны вам. Пожалуйста. Трудясь на передовой, медики находятся в постоянном напряжении. При этом у них нет права на усталость и возможности дать волю эмоциям. За масками и защитными костюмами скрываются люди с большим сердцем. Они живут и работают ради того, чтобы помогать другим. Самое важное, что должно быть у каждого из нас, это любовь. Любовь к людям, любовь к своей работе. Нельзя заставить человека быть медиком. Надо быть рожденным. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На территории детской больницы в Люберцах работает вертолетная площадка. Ее открытие – это важнейшее событие не только для округа. В год медучреждение принимает более 12 тысяч маленьких пациентов со всего региона. На официальном открытии вертолетной площадки побывали заместитель министра здравоохранения региона Светлан Лазарева и глава округа Владимир Ружицкий. Из пункта А в пункт Б за считанные минуты. Когда жизнь висит на волоске, на помощь приходит медицинская авиация. Теперь доставлять экстренных больных в Люберцы удобно и безопасно. У Московского областного центра охраны материнства и детства появилась собственная вертолетная площадка. Она оборудована мобильным комплексом ночного старта. Принимать пострадавших можно здесь круглосуточно. Данная площадка позволит принимать специализированные воздушные суда. На самом деле время кратно сокращается. Есть правила золотого часа, это тот промежуток времени, когда пациента, наверное, наиболее эффективно довезти до больницы и оказать ему специализированную медицинскую помощь. Машина не всегда может успеть вовремя довезти пациента из-за пробок, из-за каких-то ограничений. Пациентов в тяжелом и критическом состоянии перевозят авиамедицинские бригады. Территориального центра медицина-катастроф Московской области. Полеты выполняют на отечественных вертолетах «Ансад», которые способны сократить время прибытия больного в медучреждение в 10 раз. Вертолет оборудован мобильным медицинским модулем. Здесь все начинают от аппарата ИВЛ, заканчивая комплексом для проведения реанимационных процедур. Врачи могут оказывать помощь пострадавшему прямо в небе. Оборудованное посадочное пространство облегчило транспортировку пострадавших и увеличило количество пациентов в Московском областном центре охраны материнства и детства. Ведь такое медучреждение единственное в Подмосковье. Только через реанимацию здесь в этом году прошли 925 детей. «Это в основном тяжелые дети. Это дети, как правило, после ДТП. Это дети с ожогами, получившие ожоги. Это дети после различных других травм. То есть это те дети, которые на аппаратах искусственной вентиляции легких. Или те дети, для которых транспортировка в автомобиле намного хуже, нежели транспортировка вертолетом». Новая вертолетная площадка заработала в Люберцах 16 июня. До сегодняшнего дня она уже успела принять более 30 винтокрылых машин с пациентами со всего региона. Раньше таких пострадавших детей транспортировали в столицу. «Это, конечно, важнейшее событие сегодняшнего дня для области, поскольку качество медицинской эвакуации, безусловно, имеет значение для последующего оказания медицинской помощи. Без поддержки правительства Московской области, губернатора Андрея Юрьевича Воробьева такая акция была невозможна». В этом году в Московском регионе откроются еще пять вертолетных площадок на территории медицинских учреждений. Эффективность помощи, оказываемой по воздуху, можно оценить в цифрах. За три года авиамедицинские бригады перевезли более 6 тысяч пациентов в 11 субъектах России. Еще весной, когда нас охватил ковид, волонтеры округа тут же стали помогать нуждающимся, тем, кто находится в зоне риска. Это продолжается и сегодня. Люберецкий штаб объединяет единомышленников, однокурсников, друзей, а иногда и родственников. Рабочие будни такого семейного тандема помощи. Репортажи моих коллег. Константин и Мария Калугин и родные брат и сестра. Помогать людям, которые из-за пандемии вынуждены оставаться дома, они начали весной. Маша осваивает специальность филолога. Говорит, пандемия заставила по-другому взглянуть на пожилых. Наверное, лучше стала понимать и своих бабушку с дедушкой после этого. И интересная история. Они, конечно, рассказывали о прошлом, а даже о моем городе, в котором я выросла в Люберцах. Узнала много нового от них. Вместе веселее и удобнее. В среднем за один день ребята выезжают на 4 вызова. Если нужно купить лекарства, то иногда приходится посетить несколько аптек. Конечно, лекарства, пожалуйста. Спасибо вам огромное. Мне никуда не дойти. Огромное вам спасибо, ребят. Дай Бог вам здоровья. Спасибо большое. Спасибо вам всем. Следующий вызов – покупка продуктов. Занятие не менее ответственное, чем покупка медикаментов. Провизию сверяют строго по списку. Проверяй. Картошка 3 килограмма, молоко 3 литра, сырковая масса с изюмом 2 штуки, сыр 250 грамм. С волонтерством Костю познакомила именно сестра. Помощь людям он совмещает с учебой в Гагаринском техникуме. Будущее планируют связать с вертолетостроением. Я занимаюсь волонтерством, потому что надо помогать людям. И они помогут тебе в любой ситуации. Ну а кто должен помогать? Кто, если не мы? В Люберецком штабе волонтеров трудятся 150 единомышленников. Активисты обрабатывают более 15 заявок. Анна Троян, Александр Колганов и Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. Коронавирусная инфекция заставила поменять привычный образ жизни многих. Работникам образовательных, культурных и досуговых площадок пришлось работать удаленно. В домашнем режиме стали получать образование школьники, студенты. Наш корреспондент Анна Троян узнала, как люберчане перешли на жизнь в режиме онлайн. Вместо балетного станка стул взамен концертному залу домашние стены. Во время карантина у актрисы мюзиклов такой же режим тренировок, как обычно. Ежедневные занятия по хореографии и вокалу. Единственный способ Александры Дороховой оставаться в форме. Я работаю в ансамбле свингом. Часто свинг – это человек, который знает все ансамблевые партии. И получается, что у тебя в три раза больше вокальных партий, в семь раз больше танцевальных партий. Поэтому мне важно, чтобы и диапазон не уменьшался вокальный, и чтобы я была в хорошей физической форме. Сейчас единственный зритель Александры Дороховой – собака Барни. Правда, сложность репетиции дома без труппы облегчают онлайн-трансляции. Сегодня культурные и медийные сферы полностью ушли в сети. Артисты дают бесплатные концерты в интернете. Сами играют, сами поют, в общем, не скучают. Без моей большой ошибки и твоей я благодарен ей. Музеи вовсю проводят экскурсии онлайн. Эрмитаж на время пандемии открыл доступ к пятичасовому фильму. Увидеть 45 залов и 600 произведений искусства без билета теперь может каждый. Я давно хотела посетить Эрмитаж. И сейчас в условиях карантина мне удалось совершить прекрасные кинопутешествия в этот музей, не уходя из дома. В условиях карантина поменять привычную схему работы пришлось и тем, кто учит, и тем, кто грызет гранит науки. В Гагаринском техникуме пустуют коридоры, но зато как оживленно в кабинетах. Ребята, добрый день! Как настроение? Чтобы не допустить пробелов в учебе, для своих студентов Люберецкое учреждение ведет полноценные занятия. Выглядит как интерактивная познавательная онлайн-игра, к которой точно надо подготовиться участникам по обе стороны экрана. Включи микрофон, мы тебя не слышим. Байкал, наверное? Да, совершенно верно. Озеро Байкал. В такой форме урок природопользования кажется даже интереснее. Сложностей особенных нет. Технические оборудования у нас все в порядке. Мы готовы абсолютно к этому. Но практические навыки достаточно сложно дистанционно изучать. Самое главное – это профессии, специальности, которые дети должны руками получать. В этом есть небольшие сложности. На время карантина закрыты и школы, но подготовку к экзаменам никто не отменял. Вдали от парты выпускникам помогают как учителя, так и репетиторы. Сейчас я занимаюсь со своими учениками в скайпе. Эффективность занятий немного упала. Но так как близится экзамена, подготовку приостанавливать ни в коем случае нельзя. Современный подход к сложившейся ситуации приходится искать даже представителям власти. Так, накануне традиционную встречу с жителями Владимир Ружицкий провел с глазу на глаз, с веб-камерой. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Карантин многих вдохновил на изобретательность. Вопрос, чем заняться в это время, стал основным. Вот и наш корреспондент Анна Троян подготовила для люберчан свою подборку полезного домашнего досуга. Работа не волк, в лес не убежит. Так на карантине думают многие, отправляясь к холодильнику. Словно там деньги раздают. Но это не дело, товарищи удаленные работники. Чтобы после введенных ограничений не пришлось менять гардероб, вот вам советы для разгона жировой массы. Если без посторонней помощи не знаете, как сесть на шпагаты или встать в планку, держим путь в плей-маркет. Приложения для любой физической подготовки позволят в четырех стенах провести тренировку не хуже, чем в спортзале. На фитнес дома нет ни малейшей мотивации, пришла пора опробовать новенькие спортивные площадки во дворах. Они тоже подойдут для любого уровня подготовки, а на свежем воздухе и гормон счастья быстрее вырабатывается, и время летит незаметно. Ух, за зиму зачерствел. Давно не занимался. Только руки после турников не забудьте тщательно вымыть. Чистота – залог здоровья. Поэтому карантин самое время провести в квартире в весенний субботник. Генеральную уборку можно устроить даже в самых труднодоступных местах. Так и физнагрузку совместите, и полный порядок дома воцарит. За пять дней на карантине Юлия Самохина ни разу не скучала. Стараз больше времени проводить дома, потому что все-таки есть угроза заразиться. А так дома, конечно, скучать не приходится. И, честно говоря, для меня это самое удачное время, чтобы заняться домашними делами. Пообщаться с друзьями по интернету и посвятить время семье. А еще это время можно посвятить себе любимой. Ну когда еще можно позволить себе ходить, как в спа-салоне? Уход за кожей и волосами – вопрос индивидуальный. А вот найти время на любимые книги и сериалы хотели многие, но не могли. Киноманы и чтецы. Настало ваше время. Вы долбали ваше себя уже. Да, вот только поделить телевизор на всех членов семьи, увы, весьма сложно. Лучше найти интеллектуальное занятие для всех. Друзья, мне кажется, надо играть. А что это игры? Давно пока. Уна, крокодил, экивоки, элиас – это не набор несвязанных букв, а название настольных игр. С таким досугом и мышление можно развить и поднять настроение. Первый комик немого кино «Черный Чаппин». Положительные эмоции поднимают иммунитет. Продуктивного вам досуга. В 2020 году мы отмечали 75 лет Великой Победы. В Подмосковье проходили патриотические акции и флешмобы. Конечно, пандемия внесла коррективы в празднование 9 мая. С главными героями этого дня нельзя было встретиться лично, но слова благодарности за их подвиг выразили дистанционно. К акции «Звонок ветерану» присоединился и главолюберец Владимир Ружицкий. Эти кадры были сделаны ровно год назад. 90-летний юбилей Мария Бодрова отмечала в кругу семьи и почетных гостей. По складу своего характера она любит общение и праздничные встречи. Девиз Марии Ивановны – не унывать и соответствовать своей фамилии, сохранять бодрость духа. Пусть ярость благородная скипает, как волна. Для нее, как и для любого другого ветерана, 9 мая – самый главный праздник и считается вторым днем рождения. В этом году особая юбилейная дата. Но из-за эпидемии вируса поздравления Мария Ивановна принимает в непривычном формате. Мария Ивановна, добрый вам день. Здравствуйте, Владимир Петрович. Я очень рада, что вы решили меня поздравить, поскольку мы с вами работаем вместе более двух десятков лет. Я искренне вам желаю бодрости, я искренне вам желаю, чтобы вот эти вирусы, которые сегодня присутствуют, об это вас не коснулось. И хотел бы вас просто спросить, а чем мы можем быть вам полезны, чем мы можем какие-то вопросы, возможно, для вас решать. У нас все-таки есть и волонтеры, и молодые ребята, которые готовы в любое время суток, дня и ночи оказывать помощь. Мы их называем и партийные волонтеры. У вас замечательная семья, я об этом знаю. Но есть не у всех так, к сожалению, у всех немножко по-другому. Поэтому если нужна кому-либо помощь из ветеранских организаций, мы тоже окажем помощь. Когда началась война, Марии Ивановне было всего 12 лет. Страшные события в одночасье заставили ее стать взрослой. Юную школьницу отправили в госпиталь помогать раненым. Не было ни ваты, ни бинтов не было, не было йода, не было марганцовки. Я уже не говорю о лекарствах. Лекарства и все только для операционных. Из дома я перенесла все наволочки, все простыни. Мы работали в очень тяжелых состояниях. Но мы относились ко всем раненым как к братьям, к отцу, к деду. Тяжелые испытания и утраченное детство – таковы воспоминания Марии Бодровой. Но больше всего она предпочитает говорить о счастливых моментах в своей жизни. Один из которых, безусловно, 9 мая 1945 года. Все обнимаются, целуются, кричат «Ура!», бросают шапки, кепки, кто платочек. Говорят друг друга поздравляем, мы победили. Именно с таким настроением Мария Бодрова идет по жизненному пути. В конце разговора с Владимиром Ружицким от нее прозвучала такая фраза. Дай Бог, чтобы у нас войны никогда не было, а будет победим. Во время празднования юбилея акция «Песни под окнами» охватила весь Люберецкий округ. Только в Краскове театрализованные бригады выступили во дворах восьми ветеранов. Как праздник пришел и к Петру Польщикову, расскажет Анна Троян. Поплыли туманы над рекой, выходили на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. День Победы. Ветеран Петр Польщиков встречает хоть и не на параде, но в праздничной обстановке. Театрализованная бригада исполнила для Красковского ветерана фронтовые композиции. Их слова Петр Иванович знает наизусть. Смотреть концерт из окна энергичному ветерану мало. Персональный праздник Петр Иванович провел у себя во дворе. Свидетеля войны поздравили с юбилеем Великой Победы и поблагодарили за мирное небо над головой. Спасибо. С праздником. С 9 мая. Несмотря на свой почетный возраст, а Петру Польщикову уже 94, он не сидит без дела ни минуты. Сам все делает по хозяйству, занимается спортом и ежедневно идет к поставленным целям. Никогда не унывающий долгожитель уверен, жизнь хороша в любом ее проявлении. Своему убеждению он посвящает стихи. В жизни были всевозможные причины. Они влияли на душесостояние. Все они, конечно, устранимы. И не стоит пребывать в отчаянии. Жизнь так трудна без приключений. Жизнь так без подвигов мертва. И от далеких отречений душа, что рай без малашка. В 43-м Петр Иванович был призван в ряды советской армии. Ему хотелось внести свой личный вклад в победу. Но судьба распорядилась иначе. Направили в тыл. После войны, уже будучи специалистом по радиоэлектронике, служил в истребительном авиационном полку на Сахалине. Акция «Песни под окнами» напомнила ветерану те самые сороковые, но только не горечь войны, а радость от великой победы. У нас две агитбригады, которые сегодня поздравляют восемь наших ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в Красково и в Малаховке. Делаем мы это от чистого сердца, выражая благодарность нашим ветеранам за эту победу. Когда мы приезжаем во дворы, то из окошек, домов кто-то и выходит. Мы поздравляем этих людей тоже с этим праздником. Многим люберецким ветеранам не посчастливилось увидеть День Победы даже в таком необычном формате. А Красковский ветеран твердо решил отпраздновать следующее 9 мая на Большом параде. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Спеть песни военных лет вместе с соседями, не выходя из дома. Такую возможность люберчанам дала всероссийская акция «Поющие дома». Наши съемочные группы побывали во дворах округа, чтобы посмотреть, как отметили праздник. Ровно в 19.00 вся страна затихла, вспоминая павших героев. Минуты молчания почтили память советских солдат. Впервые за многие десятилетия на улицах Люберец в этот день немноголюдно. День Победы не похож сам на себя. Нет массовых гуляний, торжеств, парада. Однако праздник все-таки пришел. Правда, во дворы либерчан. На улице Кирова артисты устроили концерт во дворе. От главной песни Дня Победы самоцветы засияли всеми красками праздника. В одночасье жители микрорайона выглянули из окон. Или вышли на балконы, чтобы разделить с соседями одну на всех победу. Это ли не праздник? Мелодии военных лет никого не оставили равнодушными. Мы очень рады, что это такой прекрасный праздник. 75 лет. Очень замечательно. Мы тоже вышли поддержать наших прабабушки, прадедушек. Так что мы очень счастливы. Всех-вех поздравляем. Великая Отечественная война затронула каждую семью. Оттого и люберчане по зову сердца выходили на балконы с портретами своих героев. Мой прапрадед был заряжающим, был рядовым обычным, да, но заряжающим. В 41-м году в Румынии удостоен награды за отвагу. Сам участвовал в парадах на Красной площади, когда служил. Участвовал также в беспертном полку после того, как служил. Хочется отдать дань памяти нашим дедам, прадедам, прапрадедам. И хочу сказать всем, помните, чтите тех людей, которые отдали жизнь за то, чтобы мы с вами жили. Введенные ограничения не позволили пройти люберчанам в строю бессмертного полка. Однако новый формат дал возможность вспомнить свидетелей войны. Участники акции «Окна Победы» украсили оконные стекла с символами праздника и портретами своих дедов и прадедов. Анастасия Андросова ежегодно участвует в патриотическом движении. Благодаря ему она узнала о подвигах своего прадеда. Это мой прапрадедушка Зотов Матвей Сергеевич. Он ушел на фронт в 39 лет, оставив большую семью. У него было шесть детей, одна из которых моя прабабушка, ее зовут Анастасия. Во время войны он считался пропавшим без вести. Но совершенно недавно, когда стартовала акция «Бессмертный полк», мы нашли его и собираемся поехать на братскую могилу, где он похоронен. А на улице Южное праздничное настроение жителям задал депутат Александр Мурашкин. После того, как вся страна замерла в минуте молчания, люберчане вышли на балконы и хором исполнили «День Победы». Дорогие ветераны и россияне, поздравляем вам с праздником «Днем Победы». Желаем здоровья, долгих лет жизни и чтобы все у нас было хорошо. Поздравляем! Поздравляем! Праздник со слезами на глазах. 9 мая – единственная дата, которая вызывает столь противоречивые чувства. Радость за победу и одновременно горечь ее цены. На этом патриотические акции не завершились. Люберцы присоединились к всероссийскому флешмобу «Фонарики Победы». Ровно в 22.00 жители городского округа озарили свои окна огнями памяти. Тысячи зажженных свечей и фонариков – в знак уважения к героическому подвигу предков. Режим самоизоляции не позволил отметить праздник по всем привычным канонам. Но и не стал помехой порадоваться за Великий День Победы. Отмечать День России в Люберцах начали на колесах. Зрелищное и шумное мероприятие на площади у здания администрации дало старт празднику. То рано встает, у того и дороги свободные. Первыми отмечать День России начали любители скорости. Если утром День России вы проснулись от рокота двигателей, знайте, по улицам Люберец идет патриотичный мото-автопробег. В составе колонны мотоциклисты и автолюбители. Каждый год они устраивают праздничные автопробеги по просторам нашей страны. Тематический заезд в День России прошел в округе впервые, собрал настоящих патриотов. Всех поздравляем, здоровья, самое главное, не болеть. Сегодня День России, мы должны его поддержать. Это наш праздник, наша страна, и мы не могли быть безучастными. Всех с этим светлым праздником нашей страны, нашей Родины. Дай Бог, чтобы Россия свела и процветала. Мы рады поддержать сегодня это мероприятие. Люберецкий мотоклуб «Свобода двух колес». Постоянный участник местных и региональных мероприятий. В этом праздничном пробеге участвовал 21 байкер. Вырвались, можно сказать, единицы ближайшие. То есть это две машины с Люберец, остальные с ближайшего под Москву. Перед началом пробега волонтеры молодой гвардии помогли участникам экипировать железных коней. Главное украшение праздника – триколор – предоставила местное отделение партии «Единая Россия». Я горжусь тем, что живу в такой великой стране и безумно горжусь своим флагом, который вызывает самые теплые ассоциации и эмоции. Автовладельцев, любящих свою Родину, в колонии тематического заезда тоже оказалось немало. На мероприятие приехали представители Всероссийского общества «УАЗ Патриот». Старт мото-автопробегу дал глава округа Владимир Ружицкий. Замечательный праздник нашей великой, замечательной страны. Я искренне желаю вам добра, здоровья, благополучия всем вам, нам и нашей большой стране. У нас большое счастье, что мы проживаем на просторах большой независимой державы под названием Россия. Всех с праздником, удачи, здоровья, благополучия и мирного неба. С праздником! Колонна любителей скорости проехала по одной из центральных улиц города – Кирова. Анна Троян, Валерия Абсалямов, Сергей Гвоздев и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТА. Еще один юбилей в округе. Малаховскому экспериментальному заводу в этом году исполнилось 75 лет. Он занимает особое место не только в истории Люберец, но и всей страны. Наша съемочная группа встретилась с людьми, чья жизнь неразрывно связана с этим уникальным предприятием. 1945 год. После разрушительной войны и долгожданной победы Советский Союз начал возрождаться. Страна восстанавливалась из руин и приобретала прежний довоенный облик. Стали открываться новые заводы и предприятия. В первую очередь необходимо было поднимать угольную промышленность. 21 ноября 1945 года Советом министра в СССР подписан указ о создании Малаховского экспериментального завода. Была необходимость в шахтном оборудовании, причем более-менее современном по тем временам. Дело в том, что после войны, разруха, требовалось очень много угля, комбайны шахтные. Та техника, которую вывозила из забоя добытую руду. Завод дал старт новой жизни. Для его сотрудника возвели дома, школу, детский сад и стадион. В результате появился поселок, который так и назвали – МЭС. Строительство населенного пункта началось с этой котельной. Сегодня ее почтенный возраст ничто не выдает. В 2012 году на объекте провели масштабную реконструкцию. Была раньше другая котельная, 1953 года. Была на углю. Потом ее переделали на газовое топливо. Все износилось. И руководство решил построить новую котельную. Работает без людей. Автоматически все. 28 лет Малаховским экспериментальным заводом руководил Иван Лактионов. С его приходом начался процесс обновления завода. На предприятии появилось несколько дополнительных цехов, а также испытательный центр, где горная техника проверялась в условиях, приближенных к шахтным. Новые станки давали возможность создавать уникальные машины. За их выпуск заводу достоин ордена «Знак почета». При участии Ивана Лактионова в Малаховке построены школы 47 и 52, детский сад номер 150, а также здание культурно-досугового центра «Союз» и телефонная станция на Красковском шоссе. Вокруг завода бурлила жизнь. И сам завод был знаменит своими людьми. Весь поселок Малаховка, особенно южная часть, хранит память о тех замечательных временах, когда завод развивался и, будем говорить, гремел на весь Советский Союз и за его пределами. История поселка Мэз неразрывно связана с именем заместителя генерального директора завода Виктора Харитонова. Строительство домов и социальных объектов велось под его руководством. Почетный гражданин Люберецкого района оставил после себя династию сотрудников МЭС. В разные времена на заводе трудились пять членов его семьи. Мама пришла где-то в году 65-м в строительно-монтажное управление. Старший инженер-экономист. Проработала до 95-го, по-моему, года. Ну, до пенсии. Я, соответственно, пришел в 80-м. И брат пришел в 81-м инженерном-технологом. А Сергей, в свою очередь, привел на завод супругу и дочь. Наталья Харитонова имеет к МЭЗу двойную причастность. Она тоже выросла в семье работников этого предприятия. На этом заводе работал мой отец. Отец мой бывший шахтер. Он работал в шахте, получил инвалидность, попал под завал. И пришел работать сюда, на завод. Я пришла на завод в 86-м году. Пришла комплектовщицей. И проработала там 17 лет. Сам Сергей Харитонов продолжает трудиться на заводе. За 40 лет это место стало для него вторым домом. Сейчас он следит за тем, чтобы на производственных площадках соблюдались требования охраны труда и техники безопасности. Начинал свою карьеру с должности оператора станков с числовым программным управлением. Мы не мыслим себя уже без завода. У нас династиями работали на заводе. То есть люди приходили, ну, грубо говоря, рождались и умирали. В 2000-х началась реорганизация угольной промышленности. Встал вопрос и о дальнейшей судьбе Малаховского экспериментального завода. Чтобы сохранить рабочие места, его решили перепрофилировать. Тем самым дали предприятию вторую жизнь. Мы в основном сохранили коллектив, который работал еще со времен завода. Здесь работают наши токари и фрезеровщики. Коллектив сохранили, ждем молодых. Чувство радости, что все-таки завод выстоял все эти годы и сохранил свою базу, свою основу. Сегодня МЭС – это большая промышленная площадка, объединяющая 40 предприятий. Здесь производят мебель, металлические двери, косметическую продукцию, гидравлическое оборудование, технику для коммунальных систем, а также упаковочный материал и многое другое. Мне кажется, что мы продолжаем также быть основополагающим предприятием, потому что очень многие живущие на поселке работают на данном предприятии. Есть возможность здесь работать и при достаточной квалификации получать достойную зарплату. Малаховский экспериментальный завод и поселок МЭС – особая страница в истории городского округа. Вот уже 75 лет предприятия дают людям путевку в жизнь. В настоящее время здесь работают более тысячи человек. Большинство из них – люберчане. Этот год стал переломным и для парка «Малаховское озеро». Здесь завершилась масштабная реконструкция. Результатом проведенной за год работы стал современный благоустроенный парк, отвечающий европейским стандартам. История преображения жемчужины Подмосковья в сюжете моей коллеги Луизы Егезарян. На территории зоны отдыха «Малаховское озеро» завершилась масштабная реконструкция. Результатом проведенной за год работы стал современный благоустроенный парк, отвечающий европейским стандартам. Строительная техника появилась на территории вокруг «Малаховского озера» в ноябре прошлого года. Впереди была большая работа – превратить это место в многофункциональную зону отдыха. В первую очередь взялись за освещение и обустройство пешеходных дорожек. Затем приступили к установке детских и спортивных площадок, лавочек и урн. Первый этап благоустройства включил создание пикниковой зоны и малых входных групп. Две дорожки тропиночных, которые будут здесь сделаны с плиточным покрытием, остальная тропиночная сеть сохраняется. Естественный ландшафт лесной сохраняется. Работы по благоустройству пришлось на время приостановить из-за пандемии коронавируса. Но на сроках и этапах реализации масштабного проекта это никак не отразилось. День за днём и шаг за шагом парковая зона приобретала новые очертания. Кроме наведения красоты, у этого проекта ещё одна главная миссия – почистить водоём и навести на нём порядок. 7 июня подрядчики приступили к строительству дамбы на реке Македонка. Этот пункт благоустройства завершили в конце августа. Выполнены укрепления водосбросного сооружения, водовыпуск, укреплены тела плотины гидроматами. Проведён капремонт моста вместе с откосами. Когда работы по благоустройству были на финишном этапе, на территории Малаховского озера прошла экологическая акция. Жители и власти округа высадили в парки деревья и кустарники. Хотелось, чтобы внуки потом посмотрели, что здесь наше дерево, что мы приняли участие в таком замечательном мероприятии. Работа по благоустройству Малаховского озера в этом году завершена. Продолжение будет в следующем. Но кардинальное преображение парка уже налицо. Малаховское озеро стало очень яркой достопримечательностью. Люди приезжают и говорят, что у вас здесь как в парке Горького. Я говорю, у нас лучше, чем в парке Горького. Будет ещё лучше. Раньше в лес зайти было страшно. В тёмное время суток уже это было просто невозможно. Сейчас, конечно, очень приятно. Мы с мужем гуляем каждый вечер. У нас как мацион перед сном идёт час прогулок по озеру, до пляжа и обратно. Вот ждём замыкания этого круга, чтобы появился мостик в следующем году. Мы всем довольны. Спасибо всем огромное. То, что было и что стало, просто небо и земля. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В День знаний в округе прошли торжественные линейки. Так в школе 48 в Малаховке состоялся праздник для первоклассчиков и выпускников. В этот же день здесь состоялось и открытие нового корпуса школы. Подробнее в репортаже моих коллег. Первый звонок для первоклассников Демида и Марины прозвучал у стен нового корпуса 48-й школы в Малаховке. Настрой на учёбу у новоиспечённых учеников серьёзный, настроение праздничное. Учите уроки, конечно. Я буду уроки делать, читать и слушаться. Владимир Ружицкий вместе с первоклассниками и начальником управления образованием Викторией Бунтиной разрезал красную ленту в честь открытия нового корпуса школы. Самым юным ученикам и выпускникам глава округа дал напутствие. Самое главное, что школа – это возможность общаться, возможность дружить, возможность получать знания напрямую от учителя. Я хотел бы пожелать выпускникам всё-таки выпускной год. Он непростой, сложный. Вы как выпускники, вы закладываете некий фундамент своих перспектив. Но первоклассникам, конечно же, я пожелаю здесь радости, общения. Это здание построено для учеников с 5 по 11 класса. Специализированные кабинеты и современное оборудование. В новом корпусе есть всё для организации качественного образовательного процесса. В составе есть два кабинета технологий для мальчиков – слесарный и столярный цеха отдельные. Для девочек предусмотрен кулинарный цех и цех домоводства. Специальные кабинеты для проведения уроков физики, химии, биологии и географии, оснащённые по последнему слову техники. Компьютерная техника, интерактивные доски, проекторы. В этом году 48-я Малаховская школа встретила 76 новых учеников. Всего здесь сформировано три первых класса. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. 1 сентября в кадетской школе отметили также двойной праздник – начало нового учебного года и торжественное открытие блока для начальных классов. Чем ещё отличился этот День знаний, расскажет наш корреспондент. На этой праздничной линейке далеко не все воспитанники кадетской школы. В торжественной обстановке День знаний отмечают только те, кто впервые сядет за парту. И наоборот, кто встречает 1 сентября в качестве школьника в последний раз. На протяжении многих лет я регулярно присутствую на Дне знаний. Этот год он отличается от других, потому что мы проводим немножко в урезанном виде. Но я думаю, это не мрачает, это событие, потому что у нас сегодня есть возможность учиться в режиме, как говорят, оффлайн. А у первоклассников, к тому же, есть возможность учиться в новом современном здании. В День знаний они стали свидетелями торжественного открытия корпуса кадетской школы. Пристройка на 200 мест рассчитана на самых маленьких воспитанников – учеников первых и вторых классов. В их распоряжении 9 учебных кабинетов, игровые комнаты и спальни. Туда перенесен пищеблок на 400 человек с огромным обеденным залом, с новым современным оборудованием пищеблоком. Небольшой спортивный зал для занятий ОФП, он нам тоже очень необходим. Появление пристройки решило проблему с нехваткой мест и значительно разгрузило основной корпус. В этом году в кадетской школе сформировано 5 первых классов. В них будут обучаться 130 детей. Луиза Игазырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Умные игры с перспективой на будущее. Либерецкие школьники в этом году заняли призовое место на международном фестивале «Робофест», который проходил в онлайн-формате. С юными техниками пообщался наш корреспондент Александр Колганов. Третье место «Квазар» — это Московская область, город Люберца. Призовое место на самом крупном чемпионате по робототехнике в Европе завоевали эти два школьника. Артем Хиценко и Владимир Борисов. В финале соревнований ребятам удалось обойти более 40 команд. Артем увлекается роботами 4 года. Считает, что за ними будущее. Мы просто вначале делали робота четким. То есть мы делали так, чтобы он хорошо начал работать. Чтобы уверенно знали, что он проедет. Самый сложный момент — это когда думаешь, правильно ли собрал я конструкцию, правильно ли подключил моторы. Артем отвечал за техническую часть проекта. Володя Борисов управлял мозгом робота и координировал его движения. С техникой Володя тоже на «ты». Говорит, что недавно починил дома робот-пылесос и электрочайник. Но школьник признается, программирование увлекает его больше, чем конструкция и сборка машины. Мне эта тема очень интересна, потому что это связано с математикой и информатикой. Мне это нравится. Почему? Потому что банально робот может, например, что-то поднять, куда-то перенести. И мне это интереснее, чем робот просто куда-то проехал, назад вернулся. Потому что робот становится функциональным, можно делать с ним много всяких вещей. Чтобы вот такой робот быстро и правильно выполнил свою задачу на соревнованиях, важно не только корректно его собрать, но и правильно запрограммировать. От слаженной работы напарников зависел конечный результат выступления. На старте машина должна была распознать два цвета и их расположение. А затем найти все это на игровом поле. Сложность состязаний была в том, что расположение цветных квадратов на карте ребята узнали непосредственно перед выступлением. Робототехника сейчас популярна и в то же время серьезное направление дополнительного школьного образования. Это большое подспорье в развитии мышления и интеллекта. Занятия тренируют усидчивость, концентрацию и дают возможность научиться решать действительно сложные задачи. То есть это тот навык, который, во-первых, может пригодиться будущим инженерам и будущим программистам. Но на самом деле навык решения сложных задач и навык и упорства, и возможности идти к конечной цели – это тот навык, который пригодится на самом деле в любой профессии и в любой сфере жизни в дальнейшем. Следующими соревнованиями, в которых обязательно примут участие Артем и Володя, будет Кубок губернатора Московской области и Всемирная Олимпиада роботов. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Декрет «Не время для скуки». Жительницы городского округа Люберца в очередной раз доказали это. Четвертый ежегодный конкурс «Мамочка-люберчаночка» объединил творческих, целеустремленных и активных женщин. За финалом уникального проекта следила наша съемочная группа. Для кого-то это равняя мечта, а для кого-то – преодоление комплексов. К выходу на большую сцену участницы конкурса готовились два месяца. Из 60 претенденток только 19 получили право бороться за корону «Мамочки-люберчаночки». Посетили более 20 мастер-классов. Каждый выходной у нас были репетиции. В принципе, каждый достойно короны. Но победительница конкурса будет одна. Выбор той самой победительницы лег на плечи компетентных членов жюри. Среди них общественные деятели, сотрудники администрации, депутаты и медийные личности. Очень многие люди, которые никогда не были на сцене, никогда не танцевали, не получают огромное количество лайков, потому что они искренне откровенные. Они иногда даже забирают пальму первенства у нас, у телевизионщиков, у артистов. Почему? Потому что они искренне, они настоящие. Им больше веришь. И самое важное, что они все стараются. Это прямо видно. Это здорово. Дефиле, визитная карточка, общий танец. Все, как на настоящем конкурсе красоты. Но в этом году организаторы проекта добавили еще один социально значимый этап под названием «Твори добро». Нужно рассказать о своем добром деле. Люди не привыкли рассказывать на показ о своих добрых делах. А здесь, перед большой аудиторией, ты как будто бы кичишься, хвастаешься. Но в проекте мы поняли, что это не так. Что нужно и важно рассказать о своих добрых делах, чтобы другие последовали твоему примеру и тоже не боялись совершать добрые дела, даже самые маленькие. Участницы организаторов конкурса поприветствовал Владимир Ружицкий. Представительницам сообщества «Мама офлайн» глава Люберец вручил благодарственные письма. Я сегодня хотел бы, конечно, сказать всем огромное спасибо, кто был вовлечен в этот проект, кто сегодня представил свои номера, потому что все они победители. Неважно, кто выиграет, но все они реально победители. Победители все, но корона досталась одной. В этом году ее обладательницей стала мама двоих детей, аэродизайнер Юлия Артищева. Луиза Егязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Этот год подарил нам и редкую дату – 20 февраля. Примечательный день по своей красоте и приметам для любителей магических дат. Число 20.02.2020 в своем свидетельстве о регистрации брака захотели увидеть многие. На Люберецкий ЗАГС обрушился шквал свадеб. Что означает «Маш Мэндельсона» знает каждый с детства. Белое платье, фата, кольца, слезы счастья и самые заветные слова. Хорошо, отлично. В самый важный день жених не волновался, хоть и на себя примерил эту роль впервые. Для Сергея Тарачанова бракосочетание – это что-то обыденное и повседневное. За его плечами 400 проведенных свадебных торжеств. А вот невеста, напротив, испытала весь спектр эмоций. Но об этом не Сергей когда-то только мечтал. Два года у Натальи неустанно добивался в социальных сетях первого свидания. Увидев глаза в глаза друг друга, искорка между ними проскочила сразу. Родители Сергея – пара с солидным опытом совместной жизни. В браке 36 лет. Давали молодоженам советы. Хочу, чтобы шли по жизни правильно, прямым, без обманов и с чистыми, с простертыми, как говорится, объятиями. И берегли свою любовь. До главного решения Сергея Наталья оставалось ждать лишь совместного отпуска. Романтика южных берегов Сиамского залива подтолкнула его сделать главный шаг в жизни. Он сделал ей предложение. А выбор красивой даты для свадьбы сделала невеста. Это просто мой, знаете, женский долг был – выбрать красивую дату. На самом деле просто красивое число. Зеркальное – 20-02-2020. Очень красивое число. Я думаю, что мой муж эту дату 100% не забудет. Я постараюсь. Какого-то сакрального смысла в этом нет. Если бы мы женились в какой-то другой день, это бы не было для меня каким-то огорчением. Подумали так же, но все же решили узаконить брак именно 20 февраля 2020 еще 52 люберецкие пары. Красивая, уникальная дата прибавила работы сотрудникам ЗАГСа как минимум вдвое. Межрайонное отделение в Люберцах приняло всех желающих. В последний раз красивая дата была в 12-м году. 12-е, 12-е, 12-е. Теперь спустя некоторое время. Вообще очень много граждан, которые хотели бы создать свою семью и вступают в брак. Их становится больше и больше с каждым годом. Я думаю, что не должны наши граждане зацикливаться на красивых датах, потому что самое главное – это любовь. Нумерологи считают, что связать себя узами брака 20 февраля именно в этом году – к счастливой и благополучной семейной жизни. Верить в магию чисел или нет – решайте вам. Однако в 2020 году осталось немало красивых дат. Очевидно, многие предпочитают узаконить свои отношения в особенное время. Следующий наплыв свадеб – Красная Горка, которая в этот раз выпадает на конец апреля. А дальше месяц май, которого совсем зря боятся суеверные пары. Статистика доказывает – браки, заключенные в это время, распадаются реже всего. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Библиотека Бригантина зажила второй жизнью. В стенах учреждения заработал первый в округе клуб активного долголетия. В рамках губернаторской программы теперь жители могут заниматься творчеством, спортом, путешествовать и обучаться компьютерной грамотности. К слову, за год открыли два таких клуба в округе. Анна Троян расскажет подробнее. Активное долголетие – это тот случай, когда душа поет. Открытие клуба в Бригантине заставило пуститься в пляс всех гостей праздника. А активные долгожители, которые живут рука об руку со спортом, провели энергичную зарядку. Первый клуб активного долголетия вступила Нина Костомарова. За три года занятий скандинавской ходьбой почувствовала в себе бодрость. И теперь готова открывать новые грани пользователя компьютера. Сейчас ни один человек, уже не ребенок даже, и не взрослый. И, естественно, мы не хотим отставать от них даже в своем возрасте. И нам это интересно, нам это нужно, нам это необходимо. Компьютерной грамотности в Бригантине обучают уже несколько лет. Теперь занятия по вторникам и средам пройдут в рамках губернаторского проекта. Как пользоваться интернетом и простейшими программами, узнают 16 начинающих пользователей. Но вскоре такую возможность получат больше желающих. Глава округа подарил классу сертификат на новое оборудование. А по четвергам в стенах библиотеки царит творческая атмосфера. На уроках изобразительного искусства активных долгожителей учат отдыхать через призму художества. Вдохновляться начинающим Малевичем помогает педагог с большим стажем. Программа губернатора помогла Ольге Лутковой вспомнить любимое дело. Как раз душа и поет. Созидание прежде всего. Это все дарим. Во-вторых, это люди вешают на стенку. И людям приятно, и нам всем. В Люберцах активное долголетие началось с тренировок по скандинавской ходьбе. В скором будущем участников проекта, помимо прочих занятий, ждут познавательные лекции о здоровье и путешествия с экскурсиями. В познании мира возраста не существует. Поэтому познавайте, дерзайте, воспитывайте более младших, чтобы они тоже проявляли тягу к жизни. Больше вариантов досуга для взрослых люберчан появится с открытием еще 15 филиалов клуба. А уже в этом месяце в Люберецком округе откроется центральное подразделение активного долголетия. И все-таки без народных гуляний в этом году не обошлось. Весело, шумно, с размахом в Люберцах встречали широкую масленицу. Во всех парках городского округа развернулись праздничные площадки с традиционными угощениями, играми и обрядами. В центре народных гуляний побывала Луиза Егезарян. Народные гуляния в честь проводов зимы стартовали в городском округе ровно в 12 часов. В центральном парке празднования началось с концерта и масленичного парада. Жители Люберец устроили торжественное шествие с ростовыми куклами собственного производства. Четыре дня мы ее делали. Высокую, нежную, воздушную, весеннюю. Украсили ее цветами. Напекли блинов настоящих. Кажется, что настоящие – это, конечно, фетр, но выглядит как настоящие. Творческий конкурс проходит в Люберцах не впервые, но такого большого количества участников еще не было. Участвовало 35 кукол. Всю масленичную неделю жители городского округа голосовали за понравившуюся куклу. Куклы находились в нашем музейно-выставочном комплексе. Более 500 человек проголосовали за куклы. Выбрали лучшую. Какая это секрет? Авторов лучших образов масленицы объявили на главной сцене. Без поощрительных подарков не остался ни один участник конкурса. И сегодня на самом деле красивый такой, солнечный, по-настоящему весенний день. Я искренне сегодня хотел бы вам пожелать хорошего настроения. Весна – это что-то новое, это обновление. Мы все ждем каких-то чудес. Я думаю, что с приходом весны мы это все с вами получим. Ледяной столб, перетягивание каната и метание валенка. На одной площадке сразу несколько традиционных русских забав. В этот день в атмосферу старорусских гуляний окунулись все, независимо от возраста. Масленица – праздник веселый, вкусный и дружный. Все от мала до велика радуются проводом зимы. Кстати, в этом году последний день масленицы символично совпал с наступлением календарной весны. Получился двойной праздник. А если точнее, то даже тройной. В воскресенье перед Великим постом православные верующие отмечают церковный праздник. В этот день принято просить друг у друга прощения за причиненные обиды. Я прошу прощения у всех, кого обидела хоть чем-нибудь, вольно или невольно, даже мысленно. Прошу от души прощения, кого обидела, всех своих знакомых, друзей. Извините меня. Попросили друг у друга прощения, теперь можно смело есть блины. До наступления строгого поста еще есть время. Ну как, вкусно? Яма! И столько! Но в этот день блинами не только угощали, но и учили, как их печь. Участником мастер-класса по приготовлению главного праздничного блюда стал глава-люберец Владимир Ужицкий. Еще одна масштабная точка народных гуляний – парк на Наташинских прудах. В самом центре праздничной площадки огромное чучело. Его сожжение станет кульминацией масленичной недели. А пока гости парка участвуют в спортивных и развлекательных конкурсах, угощаются блинами и танцуют под любимые песни. Очень хорошо, весело. С кем пришли? Со всей семьей. Все нравится. Хороший праздник. На память о самом веселом и шумном празднике можно купить различные сувениры. Большим спросом пользуется главный символ – чучело-масленицы. Эти куклы ручной работы. Очень хорошо покупают. Очень хорошо люди участвуют в праздниках. Детки тоже с удовольствием выбирают эти изделия. И вот этот момент настал. Пришло время официально провожать зиму. Чучело-масленицы сгорело за считанные секунды. И если верить народным преданиям, то с такой же скоростью вместе с ней ушли все печали и невзгоды. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Большой подарок к своему дню рождения получили люберцы. В парке Наташинские пруды открылось колесо обозрения. И сегодня здесь у нас появилось колесо обозрения. Я думаю, это станет такой некой изюминкой, такой зоной отдыха для люберчан и гостей. С праздником нашему славному городу Люберцы! Ура! Теплые слова поздравлений, признания в любви родному округу, танцы, песни, игры и подарки. В день рождения Люберец в парке Наташинские пруды. Праздничное настроение. Всех люберчан с праздником и с днем города. Желаю всем здоровья, счастья. Я хотела бы пожелать только процветания нашему городу. Побольше зелени, побольше веселых лиц на улице. Больших торжеств на 397-й день рождения люберцы не получили. Лучшая компенсация жителям – главный подарок на праздник округу. Три, два, один, пусс! Ура! Увидите Люберцы с высоты птичьего полета. Теперь это реальность. Колесо обозрения в Наташинском парке открылось. Первые посетители – счастливчики. Для них 12 минут полета бесплатно. 42 метра над землей. Вы только представьте, здесь все словно на ладони. Далеко не каждый город может похвастаться таким колесом обозрения. Их всего 4 в Подмосковье. В Люберцах самое высокое. Выше только в Измайловском парке. Одновременно на Люберецком колесе обозрения могут кататься 108 человек. По 6 посадочных мест в каждой кабинке, в которых комфортно и летом, и зимой. Всесезонный аттракцион оборудован системой кондиционирования и подогрева. Там очень красиво. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Своими впечатлениями с нами поделились первые пассажиры нового аттракциона. Очень понравилось. Вид хороший. Здесь город, здесь лес. Уютненький там. Было немного страшно. Нам очень понравилось. Спасибо. Супер. Нам очень всем понравилось. Нам очень понравилось. Мы очень долго ждали. Каждые выходные приходили. Ждали, пока будет открытие. На высоте, конечно, немножко страшновато. Но мы очень рады. Все увидели, все наши пруды, все красоты нашего города Люберцы. Люберецкий округ приобрел очередную живописную локацию для встреч, свиданий и признаний в любви. Анна Троян, Александр Колганов, Валерий Абсалямов, Петр Пономаренко и Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. На стадионе «Торпеда» прошел общероссийский праздник «День физкультурника». Он отмечается каждый год во вторую субботу августа. Комитет по физической культуре и спорту совместно с партией «Единая Россия» приготовил для жителей и гостей округа много сюрпризов. С подробностями моя коллега Луиза Игязарян. «День физкультурника» – первый крупный праздник после долгой самоизоляции. Пришла пора устанавливать новые рекорды. На стадионе «Торпеда» проходит самая массовая одновременная игра в шахматы. 108 досок, 250 игроков. В Московской области такое количество участников впервые. Это не просто игра в шахматы, а флешмоб, посвященный спортивному празднику. Столы образовали в центре футбольного поля аббревиатуру ГТО. Таким образом, люберчане поддержали идею включить шахматы в олимпийские виды спорта. У нас создана такая хорошая, добрая атмосфера развития спорта. На сегодняшний день у нас порядка 70 видов спорта. Из них 19 – олимпийских. И мы это все развиваем. Это все благодаря вам, нашему управлению по спорту. Участникам праздника вручили благодарственные письма. Награду за волонтерскую помощь во время самоизоляции получили более 100 человек. Спортсмены признаются, что в этот сложный период любовь к профессии стала крепче. Самое главное место, мне кажется, в моей жизни занимает спорт. Это очень хорошо для жизни, для здоровья. В дальнейшем мне будет легче. Я считаю, что спорт – это очень важно. И каждый человек должен заниматься спортом. День физкультурника отметили и силовой эстафетой. Старт спортивному состязанию дал глава округа Владимир Ужицкий. За звание самых быстрых, ловких и смелых боролись 20 команд. В каждой по три человека. На пути спортсмена 8 испытаний. Преодолеть полосу препятствий нужно в сжатые сроки и с максимальной точностью. Я думаю, у нас все получится. И займем первое место, потому что мы спортсмены. У нас у всех есть азарт. Но мы всегда добиваем своего. И у нас очень сильная команда. Никаких препятствий для себя здесь я не вижу. Тренировались не зря, поэтому покажем класс. Самоуверенность не подвела эту команду. Ей удалось занять первое место. В день физкультурника спортивные соревнования прошли во всех поселках городского округа. И люберцы в очередной раз закрепили за собой право считаться территорией спорта. Луиза Игазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Свой десятый день рождения отметил Красково-Вейк-парк. Праздник собрал любителей вейкбординга и спортсменов, которые поборолись за ценные призы на открытых соревнованиях. Вейк-парк Красково. С днём рождения! Отметили юбилей на высоте, подпрыгивая над водной гладью. Красково вейк-парк в честь 10-го дня рождения устроил открытые соревнования. Попробовать свои силы могли абсолютно все желающие. Одна из шести девушек-участниц Виктория Бердникова прошлогодний призер соревнований клуба. Несмотря на то, что вейкборд тяжело оселить физически, в ответ спортсменка получает большее. Поборолись за бесплатные абонементы на сезон и другие памятные призы 25 спортсменов-любителей. Свои способности показали и те, кто первыми 10 лет назад опробовали доску на коренёвском карьере. Основатель клуба Алексей Агафонов сделал почти невозможное. Пошёл за детской мечтой. Одним из первых в стране открыл вейк-парк и смог влюбить в этот спорт многих. Когда я объяснял это властям, в том числе, это было что-то непонятное вообще. Я мог показать только на картинках. Даже некуда было свозить. Было очень сложно вначале, но нам удалось практически в первый год провести чемпионат России здесь. Стали узнаваемыми. И на сегодняшний день, я думаю, что все вейкбордисты знают о нашем объекте. За 10 лет команда Краскова вейк-парк провела почти 30 профессиональных рейтинговых соревнований. Чемпионатов и первенств любительских турниров. При парке работает школа для всех желающих освоить этот молодой, но уже очень популярный вид спорта. Юбилееводной спортивной зоны собрал фанатов вейкбординга и почётных гостей. Самое главное, спорт даёт возможность заниматься всем остальным. Потому что спорт – это здоровье. Здоровье есть. Ты весел, красив, способен. Есть желание. Пожелаю всем здоровья, благополучия. Хорошего сегодня дня. Юбилей вейк-парка выпал на день флага России. В честь события рейдеры устроили на кореневском карьере флешмоб с триколором. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Мощно и зрелищно. Силовой экстремал Сергей Гаджанян установил в Люберцах новый мировой рекорд. О том, какой транспорт не устоял перед ним на этот раз, расскажут мои коллеги. Сдвинуть с места эвакуатор весом 41 тонну на 12,5 метров для слесаря Люберецкой теплосети Сергея Гаджаняна – не проблема. Новое достижение экстремала – третий мировой рекорд. Русский халк, так его прозвали в интернете, сверхчеловеком себя не считает. Говорит, что силовой экстрим помогает ему в работе с молодежью. Ребята молодые смотрят, если дядя в 43 года может делать какие-то рекорды, наверное, они в своем возрасте могут своей дисциплине, не спортивной, а жизненной задачей решить ее. Поскольку я показываю, имитирую молодежь на то, что нет каких-то пределов. Толкать тяжелый транспорт – занятие для Сергея привычное. Месяц назад в Казани он сдвинул с места 16-тонный самолет. После нового успеха с грузовиком силач планирует взять полугодовую паузу и восстановить силы перед будущими рекордами. Дальше у нас, я не буду раскрывать, с Федерации силового экстрима трак-пол будет большого грузового самолета. Открою небольшой секрет, но я буду тянуть его вместе с другими двумя легендарными спортсменами-экстремалами из своих эпох. Будет один атлет, который выступал во времена Турчинского, старше меня, и будет молодой чемпион мира. Для установки третьего мирового рекорда люберцы были выбраны не случайно. Теперь округ – официальный представитель Федерации силового экстрима в Подмосковье. Документ о сотрудничестве был подписан непосредственно перед выступлением Агаджаняна. У нас реально всегда были развиты и силовые виды спорта. Значит, все, что связано со спортом, особенно такие виды спорта, начиная от тяжелой атлетики, бокс, борьба. И сегодня по силовому экстриму мы делаем очередной шаг. Я надеюсь, что он будет удачным. Федерация силового экстрима России была создана в конце прошлого года. Организация имеет свои представительства в 49 регионах страны. Александр Колганов, Сергей Гвоздев и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Юная спортсменка из Люберец Ксения Лукина в этом году взяла новые вершины. Она установила очередной, уже пятый по счету мировой рекорд и седьмой рекорд России по подтягиванию на перекладине. О девочке-лидере и разносторонней личности наш следующий сюжет. Давай умница, все, умница. 40 подтягиваний за одну минуту и 47 повторений за один подход. В это сложно поверить, но хрупкой восьмилетней Ксюши Лукиной нет равных ни в нашей стране, ни в мире. Эти спортивные трофеи, которые украшают комнату, завоеваны за два года. Вот перчатки от самого Николая Валуева. Ты молодец. Увидев твой пост, потом увидишь, что ты делаешь, я просто обязан. Я очень хочу подарить тебе эти перчатки с личным автографом и записью на память. Но целеустремленная девочка на этом не останавливается. Каждое утро Ксюша обязательно начинает с зарядки. Примерно 10 или 15 минут я делаю пресс, разные виды и отжимания от пола. Спорт занимает в жизни рекордсменки особое место. Но и для творчества она находит время. Занимается музыкой, пением. Два раза в неделю посещает занятия по актерскому мастерству в театральной студии. Кажется, вижу, какие славные монтажки. Мы тут вам хвост принесли. Ой, спасибо. Каждый день и расписан по минутам. Большая часть времени, конечно, проходит в школе. Плотный график на учебе не отражается. Напротив, Ксения – круглая отличница. Это тот редкий случай, когда ребенок преуспевает во всем. Девочка очень скромная и никогда не гордится своим каким-то особенным достижением. Все это делает очень мило, очень приятно, очень творчески. Она старается быть первой везде. И в творческих конкурсах, и в олимпиадах. Она лидер, но она такой тихий лидер. Она никогда не будет себя рекламировать. В будущем Ксюша видит себя фитнес-тренером. Поэтому любимый предмет в школе, естественно, физкультура. В списке самых интересных уроков – английский и математика. Английский – это очень интересно. Учишь новый язык, математика. Там развиваешь ум. Математика – это же царица наук. Нужно получать знания, потому что без знания никак. После школы снова на сцену. С пяти лет Ксения Лукина постигает азы хореографии. Три раза в неделю занимается в Красковском культурном центре. Девочка уверена – танцы – это не просто развлечение. Танц для меня означает приятное чувство и напряжение. И при этом это поучает быть выносливее и никогда не сдаваться. Вы подумали это все? Ошибаетесь. После танцев домой, но не отдыхать, а заниматься английским. Иностранный язык Ксюша изучает онлайн. Мой нэм из Ксюша. Такую дисциплинированность прививает именно спорт, уверен папа Ксюши. Причем это касается не только ребенка, но и самих родителей. Вот у нас сына не одна, у нас родители. Стараемся как-то везде поспеть и поработать, позаниматься и вниманием делить детям. Себе же спорт опять-таки. После насыщенного дня можно уже расслабиться. Ксения признается – подурачиться вечером с братом и сестрой и поиграть с ними – это еще одно любимое занятие. Маленькая рекордсменка раскрыла нам и свою мечту. Я хочу, когда вырасту, чтобы было много денег. Я купила маме с папой дом, бабушке с дедушкой, себе большой дом, чтобы у меня была собачка и кошечка. И еще, чтобы у меня, конечно, были дети. И муж. Луиса Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. С Новым годом, люберцы! Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...